Приветствую, дамы и господа! Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем развивать свою галактическую империю в Age of Anders Planetfall. И сегодня мы отправимся на покорение четвертой планеты. На выбор у нас три планеты. Всех их мы уже видели в прошлом видео. Здесь умеренная сложность. Выживших нет. Грааль найден. Это прекрасно. Здесь Прометанский центр исследования хранилища данных и секреты Прометанцев. То есть нужно будет захватить вот эти домики Прометанцев. Это приведет к победе. Но самая интересная планета здесь, конечно же, вот эта. Exospir 2. Очень высокая сложность. Клубах дыма. То есть, опять же таки, универсальный камуфляж у нас будет, как в прошлом прохождении. Слабая гравитация. Высокая скорость будет. Грааль найден. Аева обнаружила на этой планете след Грааль. Этот артефакт даст нам невероятную мощь. Это очень здорово. И пристанище пингвинов. То есть, если мы, соответственно, захватим эту планету, то сможем нанимать различных зверей в следующем прохождении. И это, соответственно, предпосылки для прохождения за Амазонок. Здесь, соответственно, готовность ко всему. Еще дополнительные задачи. Каждое улучшение продвинутой инфраструктуры очки опыта дают. Это клево. Налаживание связи. Каждый главнокомандующий, с которым будет установлен контакт, опыт принесет. Это клево. Благородное дело. Нужно найти Грааль и, соответственно, себе его забрать. И это приведет к победе. И скверная кампания. Каждое уничтоженное пристанище пингвинов принесет им значительное количество опыта. Отлично. Я, честно сказать, изначально хотел количество игроков уменьшить. Но все-таки здесь идет налаживание связи. Уж совсем до дуэля не хочется опускаться. Давайте, наверное, оставим также на 6 игроков. По-моему, для этих планет это оптимальный вариант. По времени несколько серий занимает. И, собственно говоря, достаточно это интересно. Ну, давайте, соответственно, начинать. По героям. Всех героев я сейчас включил. То есть, я не знаю, кто пойдет со мной на миссию. Если в прошлый раз, соответственно, там было всего на выбор 4 героя. То есть, одним героем пошли 4 дополнительных. Соответственно, они на миссию и пришли сейчас. Все у нас, соответственно, будут рандомные. И заодно мы проверим, как герои будут к нам приходить. Строго по списку или как-то случайно. И при этом играть мы будем за нашего нового персонажа. Это Ксавьер Ильдан. Он у нас из Синдиката. И будет он у нас командовать Псенумброй. Ну, за Синдикат играю, потому что просили его в комментариях, соответственно, поиграть за Синдикат на следующей планете. И еще особенность этого прохождения будет в том, что мы не будем использовать войска Синдиката. Ну, естественно, будем использовать те, которые нам вначале дадут. И ополченцев. А во всем остальном мы будем использовать НИП-фракции. Мы будем использовать юнитов, которые будем получать за имперское влияние. И, соответственно, мы будем использовать юнитов Псенумбры. Это должно быть достаточно интересно. У него здесь штурмовое снаряжение Псенумбры, тайный агент, кривокамеры, то есть побольше населения, дополнительный рекреационный купол в начале партии и душа компании. Соответственно, меньше производства в городах, но зато плюс 100 морали для отрядов. Так, давайте дальше. По отрядам. На самом деле, изначально я хотел взять Жнецов, но давайте Жнецов мы оставим для конструктов. Все-таки у нас конструкты такие. Киборги, машины, Жнецы. Соответственно, тоже оттуда же. И давайте вот посмотрим на их синергию. Соответственно, когда будем проходить за Амазонок, возьмем зверей. А здесь я хочу попробовать... Вы не поверите. Вот этих ребят я хочу попробовать. Я вот только не уверен. Ну, Ведьму Хаус я однозначно беру. Мы ее еще не пробовали. Подлого Тирана я тоже беру. Насчет подлого противника, на самом деле, не уверен. Я хотел взять Элиту Парагонов. Но Элиту Парагонов, честно сказать, мы просто от и до посмотрели на прошлой карте. Да, я знаю, что Элита Парагонов просто невероятно крутая. Но давайте подлого противника возьмем. И да, я знаю, что здесь нет абсолютно никакой синергии ни с синдикатом, ни с Псенумброй, тем более. Ну, вот так вот. Давайте посмотрим на отступников. По операциям давайте смотреть, что у нас есть. Так, аварийные щиты. Нет. Аврал на заводе. Может быть. Биохимическое истощение. Нет. Благословение СТЭК. Может быть. Боб-измельчитель. Скорее нет, чем да. Быстрое озеленение. Может пригодиться. Возможно, придется нам лес высаживать, поэтому возьмем. Так, великое переселение. Нет. Вихревой заряд. Неплохо. Вспышка души. Неплохо. Выживание на чужбине. Интересная доктрина авангарда, которая дает плюс 15 еды во всех колониях. Ну, возьмем на заметку. Высовощеастотное излучение. Скорее нет, чем да. Док, забота, доктрина. Вы получаете 20 отношений, 20 дипломатий за выполнение квестов. Плюс еще 20 за каждый уровень выше нейтрального. Достаточно интересная доктрина, конечно. Если мы будем играть через дипломатию, она нам может помочь. Давайте, наверное, я это даже возьму. Если мы хотим играть через НИП-фракции, долг заботы, в принципе, может нам даже и помочь. Защитной заросли, наверное, нет. Мгновенное озарение. Очень хорошо. Но его сейчас понерфили. И, соответственно, здесь Крит не дает шанс стопроцентного попадания. Поэтому еще подумаем. Так, ну, поднять знамена исцеления нет. Паллистический удар нет. Боеприпасы нет. Предвидение битвы. Все отряды начинают бой с одним уровнем предвидения. Ай-яй-яй. Вот это хорошо, на самом деле. Предвидение позволяет впитать один урон. Так, паладинозащитник будет патрулировать указанную колонию. Ну, ладно. Протокол защиты боевого костюма. Неплохо. Защита от взлома. Тоже хорошо. Протоколы эхо. Неплохая доктрина. Профилактический надзор. Тоже неплохая доктрина. Пустотные заграждения. Неплохая операция. Распространение атрофии. Ну, такое. Системовые поддержки. Ну, такое тоже справедливое сушение. Это, конечно, круто. Можно из сушеных будет набирать. Кстати, из сушеных тоже нам, в принципе, пригодится. Они для нас тоже подойдут. Это очень дорогая операция. Срочная разведка. Стабилизация замеров. Станция нанороботов. Экостроительство. Операция доктрина. Каждый лес. Слушайте, я на самом деле даже вот сейчас задумаюсь над справедливым иссушением. Давайте, наверное, я его возьму. Да, будут у нас иссушенные. То есть мы не сможем ими захватывать отряды третьего тира, потому что у нас не будет технологии. Но при этом отряды первого и второго тира мы будем захватывать и, собственно говоря, делать их своими рабами. Почему, собственно говоря, и нет? Давайте возьмем. Пушечное мясо нам не помешает. Насчет быстрого озеленения я тоже сомневаюсь. Быстрое озеленение. Ну, что еще здесь? Выживание на чужбине вот мне нравится. Отщающий свет, но без целестианской псионики он не очень хорош. Не так сильно лечит. Давайте, наверное, так я возьму. Быстрое озеленение. На всякий случай, может быть, нужно нам будет область превращать в лес. Долг заботы. Это хорошая доктрина. Плюс отношения, плюс дипломатия. Выше нейтрального. Но мы, если через них не будем играть, то у нас будет репутация. Выше нейтрального. И справедливость сушения. Это для фарма юнитов. Так. Дальше. Боеприпасы бронебойные. И давайте, знаете как, прям отсортируем. Огнестрельное оружие не нужно. Лазеры не нужны. Биохимия не нужна. Псионика и так есть. Взрывчатка не нужна. Электричество есть. Целестиане. Догмат спокойствия. Просветление. Ну, скорее нет, чем да. Примитанцы поле очищения. Может быть. Давайте я пока поставлю. Так. Что-то куда-то. Ксеногенет и ксенопаразит. Нет. Войтех. Вот много у нас есть. Фазовый привод, например. Телепортация. Модуль фазового перехода. Модуль фазового перехода, кстати, неплохо. Вот для тех же подлых противников будет. Соответственно, по ним будет сложнее попасть. Они будут сквозь препятствия проходить. Опять же таки, телепортация тоже неплохая. Ладно, возьмем заметку. Пробивные устройства. Скорее нет, чем да. Амазонки. Закрепление. Сопротивляемость шоку и две электрические сопротивляемости. Тоже, кстати, хорошо. Для машин, для наших. Плюс одна броня. Ну, давайте тоже пока поставлю. На всякий случай. Авангард, инжекторные нано-роботы. Инжекторные нано-роботы. Может быть. Наследники похитителя стек. Похитители стек. Ну, нет, наверное, шакарно. Спортативные сканеры. Звук оглушающий усилитель. Связанные клятвы. Анализатор военных сценариев у нас есть. Отряд получает эффект обнаружения. Плюс две к дальности действия датчиков. Всякий раз, когда отряд атакует, стоим до трех клеток. Он получает эффект быстрый удар. Но это тоже хороший модуль. Нельзя применить к животным бесплотным отрядам. У нас первое время таких, естественно, не будет. Хотя, может быть, и наберем кого. Энтропия. Но энтропию только если для этих ребят брать. Атрофии. Компонент седативного распада. И давайте, наверное, вот это возьму. Анализатор военных сценариев. На 20% больше урона. Быстрый удар. Все дела. Достаточно интересно. Поле очищения возьму на всякий случай, чтобы хилить своих бойцов. Но я, кстати, вряд ли возьму вот эти модули. Я их беру. Но, скорее всего, они у меня просто так пролежат. Так, долг заботы. Возможно, это одна из первых доктрин будет. Ну и отступников я беру просто потому, что хочу за них поиграть. Повторюсь, я знаю, что здесь крайне мало синергии. Потому что у них вероятностный урон. А у нас электрический и псионический. Можно было бы, конечно, за наследников поиграть. Но хочется записи номера за наследников. Соответственно, у нас будет играть Мария де Сокора, когда будем мы проходить за связанных клятвой. Давайте так. Минимум синергий, максимум удовольствия, как скажем. Поехали. Посмотрим, что подготовила нам здесь планета. Так. Вода 60%, материк 40, 6 игроков. Бои последние, высшее, превосходство, единство, совершенно оружие. Но, кроме того, можно еще и Грааль найти. Так, ну давайте начинать. Что-то какая-то неудачная высадка была. Игра, к сожалению, свернулась. И не разве... Ох ты ж, забытый опять. Ну ладно, что поделать, опять забытый. Давайте задание у них возьмем. Что у нас по областям? Производство, производство, наука, еда. Еду бы, конечно, первый присоединить. Ну ладно, посмотрим по ситуации. Я, наверное, биоферму даже первой поставлю. Потому что производство, науки, даже энергия есть. Обалдеть. Даже есть энергия. Здесь у нас что? Парилка. Ох, ох. Ничего себе, вот это круто. И здесь, смотрите, как много точек. Здесь, скорее всего, очень хорошая зона. Давайте туда сходим. Разведчика. Я, наверное, второго тоже выведу. Может быть, он нас сюда пока на разведку сходит, посмотрит. Блин, там бандиты. Так, ладно, первую область мы пока не присоединяем. Я, наверное, еду все-таки хочу присоединить. Давайте с этими ребятами склеснемся. Ну, естественно. Очень закрыть не нажал, ай-яй. Обидно было бы. Ну, давайте. Да, если рабов себе не найдем, придется через псинумбру играть. Потому что сейчас забытый, потом еще вегетари какие-нибудь. Ну, собственно говоря, все, и наигрались на рабах. Так, ладно. Ждем пока. Ну, они тоже, говорят, мы тоже ждем. Ну, ладно. Может быть, даже вернуть вот так вот ходы и давайте надо готовность станем. Теперь-то они точно пойдут. Да, одного убили. Другой в герой влетел. Не убиваем. Это вот убить. Только нелегкий урон. Спасибо. Давайте народ им убьем. Это взорвем. Только я не посмотрел, у него было воскрешение или нет. Наверное, было воскрешение. А, нет. Сегодня без воскрешений. Блин, подхилятся бы, конечно. Ну, ладно, давайте перераспределим урон. На 20 подхилили, на 13 получили. В принципе, нормально. Рабы повысились, получили 40 еды. Давайте двигаться сюда. Кто у нас тут будет? Ну, в принципе, пара психов. Эмма и грузовик. Ладно, должны справиться с ними. Так, а здесь город, кстати, еще нейтральный. А чей город? Ага. Ох ты ж, это синдикат и город. За 45 дипломатий. Слушайте, может, тогда не выбирать вот эту? Я не буду брать еду тогда сейчас. Я возьму, наверное, вот эту область на науку. Да, я возьму, вот эту область на науку. А за дипломатию лучше город куплю. Синдикат и еще один. По технологиям. Ну, здесь псинумбру начинаем изучать. Здесь пограничные объекты. И потом в исследование пойдем. Так, вы. Ну, двигайтесь сюда. Естественно, миллион потерь. Ай, какая неприятная карта. Какая неприятная карта. Миллион укрытий просто. Для жуков. Ладно, ждем. Какие хитрые жуки. Смотрите, к нам лицом повернулись. Ладно, приготовлены встаньте, вы ждите. Такая ждите. Мерзкие жуки. Как больно бьют. Так, здесь этого убиваем. Это бы товарищ тоже бы убить. Но не получится. Если отсюда встанем, то под эту же канаву подставимся. Даже может быть под 2. 72 урона. Так, конечно, можно его шокировать и откинуть. Давайте попробуем. Прекрасно. Так. 10-45%. Но один раз надо попасть. Но можно 2. Что сейчас будет выгоднее? Подлечить его? Или... Дать ему еще один выстрел? Жукан, в принципе, здесь подбегает. И здесь подбегает. Два раза мог кто-то не укуснуть. Блин, а герой мог вообще убить что ли? Нет, герой не добегает. Может быть тогда перегрузку мозга ему забахаем. Жукан сюда выйти не сможет. Зря, наверное, так сделал. Ай, он ни разу не попал. Блестяще. Но он ни разу не попал. 45. 45. 75. Легкий урон. Надо отковать. Миллион урона. Сейчас еще лечиться надо будет. Так, 49 науки. Повысился главнокомандующий. Слушайте, хоть в пору зловещий хор брать. Много нас в ближнем бою бьют. А здесь зловещая мелодия. Отмена атаки. Минус сопротивляемость урона у них будет. Нет, давайте сначала острый глаз и жизнестойкость. Зловещий хор держим на заметке. Так, здесь у нас что? 39 производства. Сразу достроилась. Центральная ферма у нас. Рабов, конечно, хочется набрать. Ну да ладно. Ну, наверное... Хотя нет, не буду я их использовать. Я хотел сказать, что подчинители буду использовать. Но чтобы его использовать, это надо всех изучить. Это мне делать не хочется. Ну, естественно, трофейных юнитов мы тоже будем использовать. Здесь, ну, давайте колонизатор сразу поставим. Давайте воткнем его. Так. Что, халява? Халява. 23 науки. Так, ты пока жди. В идеале на следующий ход вот этих ребят разбить. Конечно, не факт, что у нас это получится. Тут что 440. Тут можно, конечно, их сначала разбить. Так, есть неразработанная область. Ну, естественно, научная. Естественно, научная. Можно один ход подождать, чтобы у нас появилось объятие тьмы. А, где еще с прыжковыми ранцами? Они быстро к нам подбегут. Я бы даже сказал, очень быстро. Можно этих ребят сначала убить. Ну, давайте. Я все равно не успею выполнить задание имперское на выполнение двух заданий для них фракции. Давайте, наверное, ход подожду. Так, они убегают. Ладно, плюс один житель. Тоже неплохо дополнительного жителя получили. Ну, давайте. У нас на следующий ход появится объятие темного солнца. Соответственно, там атака вот эта тактическая будет. Объятие тьмы попроще будет. Ничего страшного, что один ход мы здесь пропустим. А здесь, кстати, тупик. Это здорово. Сюда, значит, напрашивается еще один город. Если здесь тупик. Потому что здесь... Так, подождите, парилка. Ох ты ж, красота-то какая. Это прям здорово. Только столица мы, наверное, до сюда не дотянемся. А, нет. Подождите. Одна, две. Дотянемся. Здесь вот ставим жилой район и присоединяем. Только здесь на пищу будет один район. Но с другой стороны, нам что нужно, чтобы максимально эффективно военщину-то развить? Две научных области. А научных областей две здесь не будет. Здесь только одна на науку. Хотя вот две. Подождите. Один, два. И даже вот так вот можно развить. Один, два. Нет, если один, два. Через море. Блин, через море тоже не очень. Море нам не очень нужно. Ну ладно, будет одна научная область. На лычки или на скидку по космиту. Зато парилка будет. Но это область, смотрите, просто напрашивается на жилой район. Вот это вот один, один, один. Это прям здорово. Так, ладно, ты. Смотри, что у нас здесь. Блин, ох ты ж. А тут красиво, слушайте. Смотрите, как у нас здесь хорошая. Но это вот к этому городу присоединим ее. Так, надвигаешься тьма. Супер. Что следующее изучаем? Дать, наверное, все-таки рабов. Мало ли, может, поработим кого-нибудь. И развитие исследований я хочу. Дипломатические тонкости. Ну, тоже хорошо. Но нет, сначала науку. Потом это все быстро полетит. Я думаю, это тень чья-то гигантская. Так, теперь вот этих ребят надо разбить. Мы здесь восстановились. У нас появились тактические операции. Должны без потерь пройти и параллельно технолога качать. Так. Можно, конечно, как-нибудь что-то подальше позиции занять. Машинка мне не очень тут нравится. Может, она нам проблем создать. Нет, развернись, давай, на всякий случай. Объятить мы. Давайте им пустой разум накинем. Да, немножечко задезморалим их. Еще не совсем понятно, как они у нас полетят. Ага, снадобе полетело. Ой, промо, хорошо. Блин, героя. Да, и согрели на себя боеготовность. Ну ладно, вторые не порыгнули. Это странно. То есть они на себя снадобе кинули, а они прыгнули. Так, давайте объять тетьмы. Вот, знаете, товарищи, шокируем их. Может быть, хотя зря шокировал. Ну ладно, хоть урон не получим. Слушайте, можем ее прям убить сейчас. Ну да, убили. Одни легкие уроны пролетели. И сейчас через красное поднятие. Ну да, урон вообще не наносится по ней. Десят процентов на пробовать. Иначе она за мозги сейчас возьмет. Крепять. Героям нельзя подходить. Ладно, давайте я постреляю еще. Она взяла под контроль. Но мы сейчас обратно вернем, потому что здоровье не осталось у нее совсем. Так, нам как-то сейчас. Надо сначала ее убить. Потом этими ребятами, допустим, убить вот этих. Давайте, главнокомандующим, попробую убить. Но ты серьезно. Да, он серьезно. Спасибо. Здесь убиваем берсерков. Здесь мы ничего не успеваем. Можно обойти с фланга на 13 урона. Можно вот этих товарищей зарядить. Да, и они убивают. Фух, ладно, хорошо получилось. Но прям еле ушли. Так, выполнили мы задание. Можем все продать. Нет, принять награду. Улучшились отношения с забытыми. Технолог. Модули надо на своих ребят навесить. И надо забрать вот этот город. Где у меня здесь разведчик-то? Вот он. Блин, а следующий ход только заберем. Ну ладно. Здесь давайте модули повесим. Метки темного солнца. Как говорится, мелочь, а приятно. Дополнительный урон, это неплохо. А на второй не хватает. Ну ладно. Так, ты... Здесь не халява на воде. Поляло. А вот, кстати, космит, которого не хватало. Ну вот. Давай метку. И... Сколько у вас сила? 680. У нас, конечно, мы все израним, но нас поменьше сейчас. У нас колонизатор готов. Куда мы воткнем? Здесь, допустим, вот это все займет. Здесь... Можно, конечно, вот сюда город воткнуть. Морской, так сказать. Морские области здесь позанимаем. Пусть мы 1, 2, 3, 4. Этот город куда-нибудь сюда будем развивать. Через жилые районы. Просто сюда безопаснее всего. Сейчас город воткнуть. Давайте я вот сюда и воткну. Да, давай, иди сюда. Соответственно, вот так вот мы сейчас на следующий ход попытаемся вот этих ребят разбить. Даже может разведчикам все поможем. Так, а здесь уже между делом на слюнку к ней выкупить дорого. На следующий ход уже 8 жителей будет. Можно будет вот этих присоединить. Но нам на них не хватит. Дипломатия. Так, ребята, добро пожаловать. Превращаем лагерь в колонию. У нас второй город. Супер. А вы? Подвигайтесь сюда. Вам сколько надо? 38 им надо. Но еще задание надо выполнить. Ненормально будет. А здесь? Где термальная нестабильность есть? Уберем потом. Так, 571 силы всего. Много летунов. Много летунов. Можем, конечно, отхватить. Люлей. У нас камень несогласия есть. Но это такое, если честным быть. Импульсная винтовка. Может снайперку ему выдать. Вместо этого изымателя. Да, давайте им выдам снайперскую винтовку. Изыматель слишком ближний убой. Винтовка. Нам зачастую не хватает просто дистанции огня, чтобы противника на себя вытягивать. Все-таки на данном этапе игры винтовка с дистанции атаки в 5. Ну да. Вот поэтому снайперка лучше. Вытягивать противника с ней проще. Давайте подлечим генерала. А так приходится, что там выдумывать. Как-то выеживаться. Я не знаю, что противник, наверное, пошел. Надеюсь, просто стоишь и щелкаешь. Промахиваешься, правда. Ладно. Зато никуда не торопишься. Сами они придут к нам. Да. Все. Сейчас винья умерла. Так, здесь 75-12. Ну давайте вот мелко. Ой, собьем, говорю. Ну да. 50. Я вот думаю, стоит ли сколько у него урон наносится? 14. Минус защита. Могут убить, конечно. Суд отчаяния. Давайте на свинку накинем. Может быть, дезмораль у него задезморалится. Нет, я, наверное, все-таки отойду. Не буду рисковать, а то плохое что-нибудь произойдет. Давайте лучше объятием тьмы. Вот так вот мы шокируем, чтобы лишний раз атаки не было. Да. Так, здесь добьем. Прекрасно. Здесь. Может быть... Нет, так не надо бахать. У нас выбора особо нет. Хотя вот так вот можете сделать. Давайте мы их так шокируем. По площади опять. Так. Да, в своего шанс попасть больше, чем в противника. Нет, конечно, здорово. Ладно, пробуй. Давай. Ладно. Пострадали немножко, но они же любят боль. Я думаю, что они не сильно против. Так. Сокрушитель плюс 40 еды. За 90 можем продать. Нет, я пока оставлю. У нас модулей толком нет. Вот дестабилизатор еще поставим. Плюс 10 дополнительного урона. Нормально. Плюс окрушитель. Домики теперь ломаем. Так. Ну, сюда я хочу. Или куда я хочу? Сюда? Нет, сюда здесь развиваться толком некуда. Давайте все-таки здесь мы город поставим. Колония-синдикат строится. Здесь. Но сюда я пока не пойду. Там злые товарищи сидят. Здесь можем присоединить новую область. В идеале будет эту, конечно, присоединить, но не хватает дипломатии. Можем пока другую присоединить. Вот эту, допустим, на производство. Но тогда дольше у нас город будет расти. В чем проблема? А так мы очень долго тоже будем набивать. Эти 38 дипломатии. Прям долго. Так, разведчик. Здесь энергии, если что, есть. Ну, здесь только вот этот домик стоит зачистить, в принципе. И вот этот домик. Слушайте, тоже здесь неплохие. Плюс броня, тяжелые отряды. Здесь легкие отряды плюс щит получат. Тяжелые здесь легкие. Я в том плане... Эту область тяжело присоединить. То есть, чтобы ее присоединить к столице, допустим, надо или эту, или эту. Здесь еще длиннее. Здесь придется морскую присоединять. То есть, минус толковую область для города. Из-за одной единицы брони. Да, конечно, можешь и теоретически усилить, но... Одно добавим, другое убавим. Поэтому не буду я это присоединить. Пускай отдельно город стоит. Кинг-клёгкие юниты буду штамповать. Так, вы. Здесь у нас тоже эти ребят сидят. Что ж, все-таки к столице нам присоединить? Вот эту область. Нам тогда до 12-ти будем долго расти, я повторюсь. Не буду я, наверное, пока ничего присоединять. Покопим мы немножко дипломатию. Требуют они 38. То есть, нам сейчас 27 не хватает. Там 5 ходов ждать. 5 ходов. Ну, через 5 ходов у нас здесь 9 жителей будет. Ничего страшного. Все равно пока отстраиваем. Да, ничего страшного. Не будем пока присоединять. Так, а вы? Вы пока возвращайтесь. Вот это надо все защищать. Тут много чего интересного есть. Да, мы первые строители выполнили. Прекрасно. Плюс колонист. Плюс строитель. Доктрина. Экономист открыта. Хорошо. Забытый просит уничтожить ребят. Дробовик эстек выдадут. Это хорошо, что задание нам... То есть, это... Плюс сколько нам? Плюс 10 дипломатии. Станет уже 27. Ах ты ж, а вот это плохо. Они пойдут сюда. Ага, с обороны 280. Что делать? Можешь, конечно, бежать, спасать город. Дружественные отношения. Ну, это здорово, конечно, что отношения дружественные у нас с ними. Ну, блин, что теперь делать здесь? Военную инфраструктуру мы за три хода ставим. А они... А они прямо сейчас туда прибегают. У нас из обороны... Два раба и посыльный. Можем, конечно, мы сейчас сознательно этот город потерять. Потом просто вернуть его. Не хочу я сейчас сюда метаться. Давайте, наверное... Ну, я здесь стенки хотя бы первый уровень поставлю. Потом же будем думать. А сейчас пойдут это задание выполню. Так, строитель. Скорость постройки. У нас особый выбор не давать, это сделаем. Давайте сделаем. Так, ладно, вы ждите пока. Когда-нибудь прогуляйся, посмотри. И в эту сторону сходи прогуляйся. Вот космет лежит. Ну, потеряю этот город, ничего страшного. Я сейчас вернусь к нему. Да, они куда-то дальше пошли. Пустой раз. Мы сильно в данных встать вследские способности позволяют производить на 100% больше науки. Ничего себе. Вот это наука полетела. Только она и противникам полетела. Можем мы сейчас обращенных начать себе за три хода изучить. Давайте этим воспользуемся. Вот юнит у нас появится, которых мы можем использовать честно. Если уж договорились, рабов не использовать, значит, не будем их использовать. Ну, кроме вот тех, которых сейчас есть. Ну как, от них же нет. У нас, грубо говоря, сейчас кроме них и нет никого. 25% Нет, на боеготовный стань. В этом смертоносная охрана. Очень сильно ты бьешь. С боеготовностью. Так, ну вы вот так вот прикрываете товарища. Схлестнулась Псенум Брайт, Хлестянская Псионика. Да. Ой, пустой разум полетел. Ой, ничего себе, как больно-то. Да, как больно. А че, как больно-то? Можешь, конечно, вылечить его сейчас. Да, но проблем, конечно, снайпера. Так, здесь объятий тьмы. Давайте шокируем. Здесь надо подлечить или добить. Можем вернуть ему ход. А он его не добьет. Там 18. Нет, он его не добьет. Блин. Но это товарищ убиваем. Это однозначно. Вы. А что с вами? А, не с параличом. Нормально, ты так кинул. Или это не он кинул, кто у него параличного жил. Так. Своё можем зато прекрасно убить. 58%. Промах. Ох, 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 ох. Я сейчас задумался вообще на том, чтобы рабу еще один ход дать. Но тогда ему нанесет на 24 урона. А он если не кританет, он его не убьет. Так, мы 27 и 6. Ну, 33 вроде наносим. Это если без легких уронов, но это прям вообще впритык. Тут 2 по 16 у него. Даже если подхилим, он его все равно убьет, если не отвезти. Ладно, давайте я вот так восстановлю. 9, 17. Да, они могут подойти и шарахнуть по нам. Ладно, стреляй. И жди пока. Естественно, криты. Почему бы и нет? Как же без критов-то? Давай огонь. Опять же таки мы можем шокировать вот так вот. Так. Одно мы убиваем. Героям сможем отойти. Здесь. Героям прям сильно можем отойти. Давайте, наверное, вот так вот перегрузку мозга сделаю. Так, у них сейчас никаких прыжков нет, они просто в ближний бой пойдут. Можем их шокировать, так скажем. Так, герой, отойдем. Сюда. А здесь? Этих товарищей убьем, но они воскреснут же опять. Они нам много урон вроде не наносят. Эти товарищи много урона только вот этому нанесут. С другой стороны, этого товарища мы в светоносного в любом случае на следующих ход убиваем. А вот этого можем не убить. За счет того, что он отпрыгнет. Подождите, он уже умирал. Он по всей видимости... А почему он не отпрыгнул? Или ему прыгать некуда было? Странно. А это он без критов. Пух, жив. Только не попади в него, пожалуйста. Сейчас раз легкий урон, он его убивает в ответ. Да, прям на одном хп ушел. Так, дробовик эстек нет, дипломатия нам нужна, мы ничего не будем продавать. Повысился главнокомандующий. Я возьму знатока археологии. Много здесь я уже вижу аномалий. Меткого стрелка давайте на криты возьмем. Хочется, конечно, в этой аномалии постоять. Ух ты, я и технолога первый выполнил. Это прям здорово. Такой предмет. Ага винтовка. Ух ты ж, ага винтовка тоже, кстати, хорошо. Может быть ее пока взять. Да, давайте, наверное, пока ее возьму. Со снайперкой сейчас нет смысла бегать. Потому что... Ну нет, у нас сопротивляемости шок, у нас очень быстро щелкают. Мы в итоге оглушаемся и стоим беспомощно. И сейчас надо вот сюда возвращаться. Да, конечно, аномалия стоит, которую хочется покопать. И посла я первый выполнил. Да, хороший, что такое-то. Когда это такое было? Так, значит, возвращайся, выкупают этих ребят. Да. Принять и присоединить к городу. Халдар. Супер. Халдар сейчас очень быстро будет расти. Можем за 50 энергии выкупить даже. Стенки. Я даже выкуплю. Вы-то откуда? А, нет, это морской отряд. Окей, морские пускай там ходят. Ходят, бродят. Давайте защитные башни. Разведчик, собирай космит. Заброшенные прерии. Гребницы мицелианов. Ничего себе. Вот это номер. Еще одна аномалия, кстати. Так, ты, ну ты жди пока. Я сейчас переживаю, только за то витву. Да, смотрите, обогнал. Нет, они, они не пошли на то витву. Зато мицелианы пошли. Их 534. Я даже если выкуплю. Нас 400, но хотя ладно, 480. Может быть, нас даже и спасет. Еще у нас две доктрины. О, еще одна доктрина. Может быть, технолога. Давайте что-нибудь продадим. Вот дробовик и стек. Не пользуюсь я этим дробовиком. Давайте его продам. И заряжу себе технолога заряжу. Я посла, конечно, уже можно. Но это все потом. Сейчас технолог будет полезнее нам. Так, развитие исследований у нас готово. Следующим давайте эффективность операции. Сделаем еще на одну доктрину. И от этих товарищей. Но это потом зачистим. Я сейчас с этим отрядом просто эффективно не смогу. Вот этот домик зачистить. А если зачищу, то с потерями. Давайте пока сюда пойдем. Это самое, то же самое про эти домики, можешь сказать. Так, ну здесь защита какая-никакова. Уже 720. Не так-то просто нас тут будет взять. Кстати, 26 забытый вы сколько просите. 36 за юнитов. Много. Значит, ждем пока. Так, разведчик. Разведывай. Может, халява где есть? Ну нет, пока халява. Так, то видвол. Что будешь делать? Мы здесь центральное здание какое-нибудь построили. Тут, кстати, вот тоже еда есть. Теплица, цветник. Ладно, давайте берем ферму. Собственно говоря, тоже пока все на еду. Ладно, ополчение справилось. Но тут тоже должно справиться без проблем. Смотрите, они вдвоем идут на нас. Ну что это такое? Разведка местности готова. Они просто вдвоем уже на нас бегут. Так. Вот это все здесь надо защищать. Эту область я хочу следующий присоединить. И можно будет потом аномалию здесь поставить, покопать. Смотрите, в первой серии у нас уже три города. Обалдеть. Не то, что в прошлой. Здесь я, наверное, тоже биоферму поставлю. Еды не так много. Холодар уже 10 жителей. Прекрасно. Так, вот что нам первое. Инвестиции в общество или военные инновации все-таки построить? Инвестиции в общество с точки зрения науки, конечно. Ну нет, давайте военные инновации все-таки. Так, здесь у нас кто? Опять все эти товарищи. У нас другие-то вообще Нипы есть на карте, нет? Или только такие? Отторжения. Должны отбиться. А может и не должны. Если они сейчас вместе на нас нападут. По очереди точнее. Может быть проблема. Вручную надо будет разыгрывать этот бой. Это они куда-то дальше идут. Так, Алюна Леонесса. Ну, привет, Алюна. Добро пожаловать. И получается, что не по порядку. Там первый в порядке у нас был Лев Толстой, по-моему. А к нам пришла Алюна. Она у нас Джиггернаут. Прекрасно. Ее паладин-защитник готов к боям. В прошлый раз она крушила Жнецов. Теперь, соответственно, кого-нибудь другого будем крушить. Так, сопротивляемый шоку, сопротивляемость эффектам. Это мы берем. Кстати, да, видите, сопротивляемость эффектам. Теперь у нас здесь отражается. Это круто. Раньше такого не было. Интуитивные удары, предвидения. Но это пока не надо. Ой, может быть, конечно, есть с самого начала взять вот это управитель колонии. Давайте возьмем. Почему нет? Да, конечно, у нас не будет вот этого пассивного навыка сразу. Допустим, здесь вот космит увеличивается. Но когда-нибудь будет. Когда ее на пенсию, так сказать, отправим. Будет она у нас космит делать. Так, халдар. Халдар у нас столица. Давайте мы ее сюда и посадим. Да. Что еще по навыкам? Полевой ремонтный дроид. Тоже круто. РТЖ Оракула. Ну, тоже круто. Берем. Плюс здоровье, плюс броня. Здорово. И первопроходится с высокой скоростью. У нее и так высокая. Она еще и выше станет? Нет. Выше не становится. Окей. Высокой скорости. Это у нас особенность этой карты. Интуитивные удары. Пазовый сдвиг. А, Алиона Леонесса. Окей. Я перепутал. Нет. Это же это. Я с Марией Десакор ее перепутал. Но Алиона Леонесса тогда точно там не в первых рядах. Она в середине была. Фазовые сдвиги надо брать. Пустотные пули. Точный прицел. Специалиста ближнего боя. Почему, собственно говоря, и нет. И давайте сначала жизнестойкость. И по снаряжению. Да, паладин чемпион доступен. Правда, за 300 аж. На эту миссию, конечно, мы их не взяли. Но когда-нибудь. У нас слишком большая конкуренция была для юнитов на эту миссию. Я пока отправить. Но сюда они вряд ли будут атаковать. Столица тоже под прикрытием. Давайте я пока сюда отправлю. Хотя можно ее даже в наш отряд основной добавить. Я думаю, этих ребят мы даже так разобьем. Так, то Витвул. Давайте купол на плюс мораль. Ага, обращенные теперь у нас могут производиться. Опять же, можем совсем обнаглеть и пойти сюда. Оникс страдания и злобоносцы. Но у нас рабов не будет. В общем, проблема. У нас не будет толком рабов. Быстрее, конечно, они к атаке получают. Это очень здорово. Так, шепот раздора. Ведение тьмы. Проклятые дары. Ладно, давайте так. Эффективность операции у нас подготовилась. Так, 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 так. Ну давайте еду изучим. Слушайте, как мне нравится, что так много науки. Но это, конечно, все дело временное. Но, тем не менее, можем первую область сюда присоединить. Какая это станет область? Производство, производство, наука. Наука, наука. Я, наверное, даже вот эту область на науку присоединю. Мы просто очень неплохо можем сейчас так стартануть по науке. Это здорово. И что мы здесь поставим? Давайте купол поставим. Энергия, сырье. Хорошо. Так, вы. Все-таки может Алюну ли у нас с собой взять? С ней это вообще без проблем. Все это разносить будем. Можно сюда сходить. Алюна не дотягивается, дотягивается. Давайте мы так сделаем. Ага, здесь три невидимых пингвина была. Вот этот номер. Может быть, тогда вот этих ребят сначала убьем. Мда, убили. Даже Алюна не помогает нам избежать потерь. Ладно. Слушайте, ну я надеюсь, что Марида Сокора тоже придет к нам. Я как-то к ней уже больше привык в наших похождениях. Там еще предложили переименовать в Карминью Леонессу. Ну ладно, пускай пока Леонессу она у нас будет. Ой, пустой разум. Убили. Так, 80 вольт сабля. Если прыгнуть. Давайте прыгнем и в спину. На легкий урон. Нормально. Почему бы, собственно говоря, и нет. Легкий урон, это же так здорово. Ох, своих два раза. Хорошо. Алюна, ты там не умрешь в случае? Хотя у нее там регенерация костюма-то, но тем не менее. Давайте с отчаянием. Накинем на товарища. Мозг перегрузим, еще постреляем. А то не влилили. Вот сейчас хорошо. Обалдеть, фланга обошел. Какой хитрый жук. Какой хитрый жук. Так, давайте подлечимся. Мелочь, как говорится, приятно. Да, надо не забывать. Вот про пожирание надежды. Что там еще мелкий юнит у нас выпрыгивает. Ну, а тут, конечно, только посмотрите на них. Модуль скрытности, метки темного солнца. Неплохо бронированные они. Конечно, они все ближнего боя, но кроме вот этого товарища. Артиллериста, блин. Давайте, наверное, не буду атаковать. Может быть, они как-нибудь в город упорятся. Там немножечко поистреплются, а мы потом их уже накроем. Да, ну они откуда-то отсюда идут. Значит, где-то здесь, их логово. Нам его, к слову, надо уничтожить, чтобы имперское влияние получить. Ага, они стали атаковать. Технолог принято, забытые. Просит что-то построить для них. Давайте построим за три хода мы это делаем. Вот так. Развитие продовольствия. Как летит наука? Обалдеть просто. Давайте дипломатической тонкости тоже за один ход сделаем. Здесь у нас на науку, да, здание. Ну что ж, еще сильнее науку развиваем. Почему бы и нет? Товит вулу новую область. Вот эту, конечно, хочется присоединить. Такие еще варианты. Здесь на пищу здания. Здесь тоже забытый. Сколько просите? 39. В принципе, нас хватает. Давайте, наверное, я его и присоединю. Эти товарищи ушли. Догнать и добить их. Рабы-мишени. Плюс точность. Метка темного солнца. Давай. Здесь, ну тоже, раба-мишени себе ставь. Может быть, даже импульсную винтовку я поставлю. Чтобы, опять же таки, выманивать их. Энергии, правда, у нас нет совсем сейчас. Вот вообще нет энергии. Давайте рискнем. Открытая поляна. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Давайте, наверное, Алюну как-нибудь вот так вот вперед. Немножечко. Не надо забывать, что у них там артиллерист есть. Как-нибудь вот так давайте их раскидаем. Они сейчас в ближний бой полетят. Так, еще пустой разум. Так, подожди, безумное видение. Это чего хотел? А, он обезумить хотел нас. Ну ладно. Кого мы можем прямо сейчас убить? Никого? Кстати, кого-нибудь, ребят, можем убить. Порошим, конечно, Алюну надо отправить танковать. Давайте отправим. Как-нибудь так. Убьем. Может, эту ерунду убьем. Это какой-то. Так, я боюсь, слишком близко. Ладно, давайте пингвин шокированный. Хорош. Боже, ну что за промахи. Есть курить просто. Просто есть курить. Так, 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 так. 25% шанс попадания в пингвина. Тут 75. Ну да, тут должны шокировать. Ну 25. Легкий урон, спасибо. Это значит, согрелись на... Блин. А так вот это, конечно, сложная форма у него. Ну что это такое? 75%. Можем вот так вот шокировать их. Добиваем. Так, тут артиллерия все больше не бахает. Ладно, убивай пока этих пингвинов. Здесь все более-менее понятно. Но здесь по-хорошему нужно будет, хотя не факт, что выгоднее будет вернуть. Ладно, такой так. Шокируем. Здесь. Опять легкий урон, ну серьезно. Что за легкий урон у вас? Здесь легкий урон, да блин, ну как так-то? И все, мы теряем героя. Ну что это такое? Ну что за легкие уроны? Обалдеть. Это что такое? Тут стоит. Сейчас тоже легкие уроны и убивай. Нет, даже два урона. Ты даже легкий урон нанесешь. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это легкие уроны, конечно. Ладно. Пору зловещий хор, брат, честное слово. Пожирание надежды. Пасательный модуль надо брать. Чтоб не убивали. Так, пока. Куда вас поведем? Значит, вот сюда вас поведем. Сейчас еще здесь один уровень получите. Да, соответственно, пятый и шестой. Разведчик, где халяву подбери. Жидкий клещ. Да, давайте. Ланговый боец. Нам еще надо не забыть прокачать контроль нервной системы. Ладно, шепот ведения изучим и поставим потом профилактический надзор. Чтоб рабов-то уже, наконец, начать качать. Так, здесь что? Ну, давайте тоже поможем строить. Жук. Подожди, Жук, а ты какого уровня? Ты второго, да? Ты еще у нас в третий уровень можешь превратиться. Ну, ладно. Будем тебя пытаться прокачать. Что здесь все-таки мы присоединим. Как вы просите? Тридцать девять. Можем присоединить. Ну, ладно. Деду на следующий ход присоединим. Нормально будет. Дипломатические тонкости. Готово. Давайте, наверное, инфраструктуру колонии. Ну, все. И наука пришла в упадок. Прошло событие на науку. Без потерь, пожалуйста. Спасибо. Так. Эксперт по археологии. Можем взять прям сейчас. И счетовую батарею. Я и то, и то возьму. Дополнительные щиты юнита. Вот вообще не помешают. Алюнули у Неса тоже повысилась. У нас есть военное развитие. И есть общественное. Еще плюс наука будет. Кстати, о науке. Или она еще не начала действовать. А, она еще не начала. Может быть, сразу взять на максимум. Общественное, военное. У нас сейчас первое военное строится, насколько я помню. Центры военных инноваций. То есть плюс 45 науки. То есть достаточно много у нас тут будет ее. И самой науки. Конечно, один район пока научный. Ну да ладно. Так, вы освобождайте. Ядовитую винтовку нам дали. Хотя продам. Эту область присоединю, соответственно. Так, здесь мицелианы опять сейчас пойдут. Надо в очередь, наверное, стенку добавить. Здесь тоже уже бережок. И здесь, наверное, тоже бережок, по всей видимости. Может быть. Так, тут, ну, жук, держись с нами. Кого-нибудь мы сейчас отсюда расформируем. Хотя, раз феррую, расформировать-то нельзя. А у нас этот товарищ бафается от рабов. А из рабов у нас только вот эта парочка. Все, больше рабов нет. И все-таки, что здесь? Правитель колонии общественного развития. Всегда активно. Плюс 20 науки. И общественная или военная? Ну, давайте военная. В конце концов, мы что здесь, в игрушечки пришли играть? Воевать мы сюда пришли. Наверное. Ну, да ладно, ребят. Давайте на этом тогда закончим. Какая-то серия сумбурная получается. Несколько вылетов было. Но я думаю, что это у меня не из-за игры. Просто параллельно много всего приходится делать. Поэтому так иногда работает нестабильно. А сейчас всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большущее спасибо и всем пока.